Дзен. Голос безмолвия. Отрывок из книги «Золотых правил» с моей расшифровкой. Посвящается тем, кому неведомы опасности. Кто захочет услышать голос безмолвия, беззвучный звук и понять его, то должен достигнуть совершенного сосредоточия. Совершенное сосредоточие – это промежуток между действиями ума, образов, мыслей и ощущений, с которыми ты перестаешь отрадисляться, наблюдая за ними, как за чем-то, что не является тобой, до полного осознания себя, на что может уйти до 45 минут полного сосредоточия. Только тогда ты услышишь то, что ушами не услышишь – беззвучный звук, безмолвия. Прежде чем душа увидит, гармония внутри должна быть достигнута, и телесные очи должны закрыться навсегда для всякой иллюзии. Прежде чем душа услышит, человек должен стать одинаково глухим, как громом, так и к шептаниям, как риком ревущих слонов, так и к жижанию золотого светляка. Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна с безмолвным голосом соединиться так же, как соединен был с умом воятеля тот образ, по которому формовалась глина. Ибо тогда душа услышит и вспомнит. Вспомнит душа единую жизнь во всех инкарнациях, в которых она, меняя форму, получала опыт. Этот опыт выстроится в единую жизнь без начала и конца. Душа начнет разуметь всю свою целостность и безграничность в своем бессмертии и в иллюзии всего нереального. Только тогда ты поймешь себя, как то, что когда-то было создано по подобию воятеля, соединим ее образ с глиной, из которой была создана твоя первичная форма, наделенная сознанием того же воятеля. И узреет душа твоя свою истинную суть, неразделимую с Творцом, но временно покидающая свой дом для опыта и познания себя в едином образе воятеля. И произойдет это тогда, когда ты достигнешь гармонии и равнодушия ко всем громам и страстям, ко всем удовольствиям и прелестям этого мира, ко всему, что когда-то было созвучно с твоей малой копией, отражающая нереальный мир. Мир иллюзий и страданий, которыми ты питал коллективное бессознательное и сам питался его малым и ограниченным.